Там такие фразы есть, что вот у Земфира песни, это собирает толпы, стадионы. Нет, ну это не буквально всё равно. Это всё в буквальном смысле. Да, это не в буквальном смысле. Земфира, конечно, мощный талант. Она законодательница какой-то вехи в современной поэзии, я считаю. Не только в женской, но и в мужской. На самом деле поэзия, на самом деле. Это, ну, Дима. Это упадок поэзии. Ну, как бы форму. А когда потеряют значительные слова и предметы, для их обновления приходят в поэзии. Это просто такое обновление. Она реформатор именно, я считаю, формы. Целиком пародюсерски, правда? Поэтического языка. Нет, она просто выразила, наверное, городской вот этот вот менталитет ищет молодых людей. Да. Для неё никто не сделал. И женщин, женщин. Вот в чём дело. Дмитрий, вы же ему не выразили. Я, конечно, не могу выразить песню. Ну, то есть, тебе резинфера вполне устраивает. Да. Пожалуйста. Ну, я, если честно, я не слежу. Вот. Ну, как бы я не... Я пытаюсь... Я очень поздно узнаю о её новых домах. Я тоже пытаюсь привлечь её. Слушаю, что-то мне всё равно нравится. Я пытаюсь не привлечь её. Мне очень остро, очень всё гармонично с этим временем, с негармоничным. Просто объясняю. Я пытаюсь полюбить творческие земферы. Я смотрю, включаю, честно слушаю. Но вторую песню просто не могу. Я включаю, там, лучше Тузову включу. Потому что, ну, по крайней мере, я отдыхаю на этом. Вот. Ну, просто это невозможно слушать. Я не понимаю, как это люди могут слушать. Вот такой, извиняюсь, помой, музыкальный. Ой. Поэтому для меня спайдер-мен это, на самом деле, не так страшно. Не, ну, сколько людей, столько и мнений, Дима. Начнём с этого. Потому что, вот, спайдер-мен, он, по крайней мере, пытается какой-то образ создаёт. Я потому что смотрел, вот я не смотрел раньше, я ещё смотрю американские мультики. На самом деле, я открываю, что Голливуд это не так страшно. Страшнее вот земфиру, по-моему. Потому что это, на самом деле, такая глубина, заложенная мультика. Серьёзно. А, я сегодня в ленте, например, слышала, все восхищаются. Кем? Человеком, который, в общем-то, то ли он сам отправился на Марс, или отправил корабль на Марс. Да, вот сегодня. Сейчас, в Лунарске, да. Да, да, да. И от кого-то прозвучало, что это вот пришёл антихрист. А, нет. Ну, поэтому, как бы, тут смешно, конечно. Всё, что угодно можно. И так повернуть, и так повернуть. Сколько людей столько мнений. И в любом случае общественное какое-то мнение и вкусы, они создаются где-то там, в какой-то эфемерной области, о которой мы даже не можем подозревать. А почему люди собираются на шнура и рубятся там стадионами. Мне это тоже непонятно. Ну, непонятно. Ура, хоть что-то непонятно. Так, понимаешь, даже вопросы произнесли. Юлия, а можно ещё один короткий вопрос, чтобы больше не задавать, более откровенный такой. Скажите, пожалуйста, вы осознаёте, что вы, как бы, на основной ваш фактор воздействия на слушателей, некое шаманичное состояние, в которое вы себя выгружаете и выгружаете слушателей? То есть, вы понимаете, да, что... Ну, возможно. Ну, если сравнивать с кем-то, кто чрезвычайно так же это делает, допустим, Леонид Фёдоров. Метод похож. Нет. При всей разности слов, музыки. Да, вот Фёдоров, конечно, это вот такая вот патиудная, наверное, в моей жизни звезда, которая... Просто кажется, что, понимаешь, что там картинки, песни, состояние песни, метод-то один. А кто вообще из авторов музыки нравится? Вообще. Вообще? Возвращаясь к другим, да? Сейчас я за вопрос началась. В том, Нью-Йорк. Любимый певец Земфира. Ну, и не только Земфира. А другой, а другой. Квин, конечно, да. Ну, вот мне нравятся мега-звёзды и культовые персонажи. Это действительно... Я ощущаю, что я живу с ними в одно время. Ну, это бесподобно. Какие бы продюсеры ими не занимались, это действительно шедевр, то, что они делают. Вот и Дипешмот, и Бьорк. Ну, как бы... Кого ещё сейчас забуду? Кого ещё не забуду? Ну, а из наших, ну, естественно, там, да, то, что упомянутый Фёдоров и Акцион. Калинов мост. Да, мне нравится Калинов мост. С детства. Виктор Цой. Ну, как бы не только из живущих, да. Ну, те люди, к которым я стремилась очень сильно. Своей душой. Ой, ну ладно, не будем об этом. Ну, в общем, все, ну, такие вот мои любимые. Их очень много. Я боюсь кого-то про кого-то не сказать. Ну, творчески, да. Да, близок. Потому что, ну, я говорила вначале, что это вот некое состояние, которое не то, чтобы я хочу втянуть, но в то же время что-то должно происходить. И если ничего не происходит, то лучше мне не уходить сюда. Да. Да. Сейчас будет пародия на жанр, на известный современный жанр. Много-много людей, и у каждого второго собака, и у каждого второго есть кот, а я вот люблю рыбок. Рыбки плавают по шуму океане, рыбки самые-самые в нашем полуне, самые красивые, самые милые рыбки. Об этом говорят их улыбки, об этом говорили в молчане. Рыбки плавают по шуму океане. 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 Пам-пам-пам. Я хочу, чтобы белая земля. Я хочу, чтобы белая земля. Я хочу, чтобы белая земля.